Светит она Продолжали творить, не отвлекались на всякие суетные мелочи. И издательство выжили. И вышли победителями из этой пандемии. Дай бог, чтобы она скорее закончилась. Наши издатели, наши редакторы вышли гораздо сильнее из этого пандемического кризиса. Имена победителей на этот раз объявили сразу в 11 номинациях. В категории «Хуманито» статуэтка досталась издательству «Кучково поле» за историческую мемуаристику Никиты Окунева в годы великих потрясений «Дневник московского обывателя». Награду вручил Сергей Нарышкин, отметив, что историческая литература по праву занимает свое место среди победителей книги года. Мемуары, дневники современников тех или иных, в том числе и масштабных исторических событий дают бесценную возможность лучше узнать жизнь людей прошлых лет, понять их переживания, мечты, предрассудки и на время стать их современниками. На мой взгляд, это вот такое по-настоящему живое и человеческое измерение истории. В номинации «Эхо минувшей войны» был отмечен сборник архивных документов «Без срока давности. Преступления нацистов и их пособников против мирного населения» на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной. Он был подготовлен авторским коллективом к 75-летию Великой Победы и 80-летию начала войны. В этих 25 томах память о миллионах наших сограждан, мирных жителях, ставших жертвами нацистского вторжения. И вот эта работа, очень большая работа, это, конечно, только этап работы, на самом деле, вечной. Собирали документы, касающиеся влияния нацистских захватчиков на временную оккупированную территорию. Это может быть Белгородская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Псковская, Новгородская, 23 области. Собраны документы, которые были известны, а также вновь выявлены документы архивистов. Ну и мы потом готовили эти материалы и вышло 23 тома. Продолжается эта работа, потому что сейчас готовится еще один том, посвященный Хабаровскому процессу над японскими захватчиками и влияниями уже на Дальнем Востоке. Главную награду – драгоценное яйцо в деревянном ларце, инкрустированное бриллиантами и сапфирами, по традиции вручили изданию, ставшему важнейшим общественным событием конкурсного года. Монография «История Севастополя», изданная к седьмой годовщине русской весны, вышла в трех томах. Над этим исследованием трудились почти 50 ученых. Книга проникнута особым духом патриотизма и гордостью за город русской воинской славы. Очень важно, что это все люди из Севастополя. Эта книга, собственно, написана самими севастопольцами, учеными севастопольского филиала Московского университета, которые были объединены этой общей целью, а высокой целью – дать, наконец, полную историю нашей патриотической столицы. На этом кусочке земли уго-западного Крыма еще в VI веке-то нашей уже существовала городская цивилизация, которая практически просуществовала 2000 лет, и затем был основан Севастополь. И мне так кажется, что Россия вложила лучшие силы в Севастополь. Это люди, которые основывали, благоустраивали, защищали город. Земля – это впитало их энергию, их мужество, их стойкость. И поэтому, конечно, мне кажется, что нет такого человека, кому бы неинтересна была история Севастополя. И главный герой по этой книге, конечно, наш город. Победители в каждой номинации получили памятные дипломы и традиционные статуэтки. Служба информации Фонда «История Отечества».